Они были образцами для подражания. Справедливым участковым, проницательным сыщиком, храбрым разведчиком и отчаянной домохозяйкой. За лихими поворотами отечественных кинодетективов следила вся страна. И мало кто догадывался, что на съемочных площадках этих фильмов порой разворачивались события, достойные отдельного кинополотна. Какие тайны Михаила Жарова деревенский участковый Анискин никогда не выдаст телезрителям. Его привозили после больницы и гримировали. За что жену резидента Тульева, актрису Элеонору Шашкову, отлучили от роли? Пускай лежит на душе у тех людей, которые мне переступили дорогу. Почему Рина Зеленая лишилась чувств при виде Шерлока Холмса? Просто она не отдавала себе отчет. До какой степени это было опасно. Что все это время скрывали от зрителя самые известные советские детективные кинолямки? Баша, я тебе обзвонился. А что? Начала раскручиваться потрясающая криминальная история. В серии под названием «Пожар» из культового советского сериала «Следствие ведут знатоки» Пал Павлович Знаменский непривычно молчалив и задумчив. Позвольте поинтересоваться, кто вы? Зрители были уверены, что этого требует детективный сюжет. Сейчас преступников поймают, и улыбка снова вернется к обаятельному киноследователю. Однако и в этой серии знатоков, и в последующих Пал Павлович все чаще поворачивался к камере спиной. Так актер Георгий Мартынюк пытался скрыть от всех свое горе. Это называется трагедия. По этому поводу пишут пьесы и снимают фильмы. Так же было и у Герки. Это была трагедия. Страшное известие пришло накануне пожара. Лиза погибла. Ну, она засала дома. Позвонила теща бывшая. Что вот так и так. Она умерла дома. Уснула и не проснулась. О причинах смерти дочери от первого брака Георгий Мартынюк ни с кем не говорил. Но сарафанное радио донесло, и коллеги это обсуждали. Сердце девочки остановилось не из-за болезни. Была причина, хотя считали, пишут они всегда сердечную недостаточность. Но в таком молодом возрасте что-то другое должно привести к этой недостаточности. Это что-то и не давало покоя Пал Палычу Знаменскому. Надо организовать немедленную проверку. Вы поезжайте в народный контроль, возьмите людей. В отличие от киногероя Знаменского, актер Мартынюк расследование не проводил. Да и как, если жертва собственная дочь, которую он оставил вместе с первой женой несколько лет назад. Фактически бросил. Тишина тут у вас. Прямо в ушах звенит. Так ведь не дом отдыха, тюрьма. Во второй серии знатоков супруга Мартынюка, Валентина Маркова, появилась в роли тюремной надзирательницы. Она очень стремилась к популярности, но, наверное, не имея возможности самой добиться такой популярности, все это фигурировало вот это. Может быть, проревновало, может быть. Георгий Мартынюк в погонах Знаменского с первой серии знатоков стал предметом всесоюзного женского обожания. Во-первых, красавец, просто. А во-вторых, талантливый, безумно. Слава набирала вес, а вместе с ним росло и напряжение в семье. В середине семидесяток Георгий Мартынюк все реже бывает дома и все чаще в хмельных компаниях. В конце концов, жена указала на дверь. Да, с книгами. Смеялся еще. Говорит, ну что, бомж, полубомж пришел. Книги все принес. Любитель читать был очень большой. Со своей второй женой Ни-Йоле Мартынюк познакомился незадолго до развода. Она работала врачом в больнице, в которую угодил актер. Он попал, продуло, наверное, в машине или где, скрутило шею. Как-то само собой получилось. Он лежал у нас в августе, а мы где-то в октябре, что ли, поехали к ним. Меня родители приняли, как будто мы с ним жили уже 20 лет. Так холостяк Пал Палыч Знаменский второй раз завел семью и второй раз стал отцом. Дочку Ни-Йоле Таню Георгий Мартынюк принял как родную. Родная же дочь Лиза с каждым годом все больше отдалялась. Он мало знал о ее жизни. И такого удара судьбы, конечно, не ожидал. Смерть дочери – это трагедия. Не дай бог никому. Официальное следствие о причинах гибели Лизы молчало. Помалкивали и коллеги актера. Однако по углам шептались. Да что там? Все ясно. Неразделенная любовь. Самоубийство. Тяжело, конечно. Тяжело. Дома он старался не поднимать эту тему надолго. Он продолжал играть в театре и сниматься в знатоках. Уголовных дел у следователя Знаменского становилось все больше. Детективный цикл к 1987 году уже состоял из 20 серий. Ролей другого плана актеру Мартынюку кинорежиссеры почти не предлагали. Он был будто арестован своим же киногероем и отправлен в киноизолятор. У нас был смешной спектакль «Белые флаги» он назывался. Мы с ним играли двух заключенных. В тюремной камере сидели. Когда открывался занавес, в зале начинался шумок минуты полторы. О, знаменский Томин сидит в тюрьме. И он тогда очень обозлился. Как это не понимают, что мы актеры, это наш хлеб. Какая разница? Не буду больше. Все, не хочу больше. Надоело. Когда о Георгии Мартынюке и следователе Знаменском в начале нулевых снова вспомнили, майор Томин, Леонид Каневский, жил и работал в Израиле. И вдруг раздался звонок. Смотрю фильмы с предложением продолжить. Знатоки 10 лет спустя. Я думал, розыгрыш. Перезваниваю. Да. Я точно могу сказать, что этот проект как-то, наоборот, его простимулировал как-то. Мне кажется, ему было как раз интересно пожить в этом персонаже еще. Тем более, он все-таки какой-то был немножко другой. Первые серии продолжения знатоков вернули на время былую популярность. Но волна ностальгии прошла. К тому же актер тяжело заболел. О возвращении в родной театр на Малой Бронной, в котором он служил полвека, речи уже не было. Георгий Мартынюк умер в феврале 2014 года. Тогда стояли такие же морозы, как и 43 года назад, когда Пал Палыч Знаменский впервые сказал всей стране. Знаменский беспокоит. Да, вы не ошиблись. Это наш старый добрый знакомый Федор Иванович Анискин. Участковый инспектор милиции. Майор Анискин, актер Михаил Жаров, выйдет из кадра и буквально рухнет на руки жены. В этом году ясное и теплое выдалось лето. На самом деле, лето 77-го выдалось невероятно холодным. Ливни были жуткие, небо было серое такое, ужасное. И поэтому мы ждали погоду. Все не заладилось с самого начала. Из-за непогоды съемки фильма «И снова Анискин» откладывались. Все опасались за здоровье Михаила Жарова. Ему исполнилось 78. Он давно неважно себя чувствовал. Но летний киносезон короткий. И откладывать съемки фильма дальше Михаил Жаров не мог. В третьей части кинотрилогии о сельском участковом Анискине его ждала не только главная роль. Актера дожидалось еще и режиссерское кресло. Для него эта работа была крайне просто-таки жизненно важна. В Малом театре, где служил актер, сделали ставку на молодежь. Оставшись почти без работы, Михаил Иванович не вылезал из больниц и из депрессии. Если еще раз услышал про молодого поколения, скройся с глаз моих, Зинаида. Это была его спасительная соломинка, за которую он держался. В 1969 году история деревенского детектива заняла в прокате второе место, собрав у экранов 25 миллионов человек. За судьбой Анискина Жаров, конечно же, следил пристальнее, чем положено просто актеру. Вторую вот такую среднеметражную и менее заметную серию снимал режиссер Рыжков. Насколько я понимаю, Жарова не очень удовлетворила вот эту кандидатуру, не очень понравилась его работа, и он решился взяться за постановку самостоятельно. Наплевав на непогоду и нездоровье, актер и режиссер Михаил Жаров вызвал съемочную группу на площадку третьего фильма про деревенского детектива в село Городня на Волге, Тверской, тогда еще Калининской области. Сосновка – это здесь. И никто не предполагал, что эти дни для Федора Ивановича станут далеко необычными. Сначала всем казалось, что двойная нагрузка на Жарове никак не сказывается. Но с каждой новой сценой работать становилось все сложнее. Актер не зря переживал за свою память. Вокруг камеры стояли работники съемочной группы с плакатами больших размеров, буквы, наверное, 10-сантиметровые. Это был, так сказать, прообраз нынешнего телесуфлера. Текст запомнить он никогда не мог. Он все говорил своими словами, поэтому он говорил очень органично всегда, все точно. Чувство юмора всегда было, такое актерское. Он всегда знал, где можно максимально вытащить юмор из этой сцены. Ошибок в кадре Михаил Жаров себе не прощал. Без устали переигрывал сцены, показавшиеся не слишком удачными. И просил снимать как можно больше крупных планов Анискина, то есть самого себя. Ему хотелось побольше побыть в кадре. Ему хотелось, чтобы его показали с этой стороны, с того ракурса. Он молодел сразу на глазах. Он становился уже Анискиным, уже у него дыхание было другое, у него уже глаз был другой. Вот это актер. Коллеги начали поговаривать, что у Михаила Жарова поздняя звездная болезнь. Ну нельзя же снимать полтора часа в глаза Михаила Ивановича Жарова. Иногда можно, так сказать, посмотреть и на другого актера. Но он с трудом соглашался. В результате трудолюбие и азарт привели Жарова на больничную койку. У Жарова случилась пневмония, и в этом возрасте это, понятно, очень тяжелый и рисковый недуг. Врачи запретили ему работать. Но Михаил Иванович, разумеется, никого не слушал. Лето на исходе. А Анискину еще раз следовать и расследовать. Мы его привозили после больницы и гримировали. Каждый его выход в кадр, я считаю, это был подвиг. В кадре этого было вообще не видно. В кадре он был высочайший профессионал, актер. И он не хотел, чтобы его считали больным или пожилым. Он немножко хорохорился даже. Шутил. Моя родная жена, Глафира, начала нарушать социалистическую законность. А вот когда говорили «стоп», я видела, что ему тяжело. И была жена, которая там вовремя могла ему капельки накапать. Жена Михаила Жарова, Майя Гильштейн, примчалась на съемки, как только узнала, что он продолжает работу с диагностированной пневмонией. И тут же, вместо того, чтобы обеспечивать постельный режим для мужа, сама включилась в съемочный процесс. Снимается кадр, а после кадра она там его ждет где-то. Он к ней подходит, там определенный стульчик в тенечке, под деревцем, давленица ему померила, еще что-то. Она такая умница. Несмотря на то, что вот она была намного его моложе, она, видно, так его любила, она так на него смотрела. Когда-то Майя Гильштейн буквально спасла разбитое сердце Михаила Жарова, тяжело переживавшего развод с красавицей и актрисой Людмилой Целиковской. Юной художнице тогда едва исполнилось 19, великому актеру уже 50. Почти 30 лет спустя дочь известного советского врача снова поставила на ноги мужа. Преданные глаза настоящего вот друга, не просто жены, а вот такая поддержка была еще дружеская. Впрочем, радость была недолгой. Роль деревенского детектива принесла Михаилу Жарову очередные лавры и отняла последние силы. Вскоре после окончания съемок актер тяжело заболел и надолго слег. А Нискин оказался его последней ролью в кино. Нет, нет, никогда. Никогда я больше не сдам этой квартиры. Немногочисленное население квартиры на Бейкер-стрит было шокировано известием. Шерлок Холмс погиб. Пусть это будет музей великого человека. Кульминационную сцену серии «Охота на тигра» заранее репетировали. Вот Холмс возвращается домой в костюме бородяги. Здравствуйте. Иж, здравствуйте. Ваш кофе, доктор. Благодарю вас, миссис Хатсон. Вот он неспешно сбрасывает лохмотье. И Ватсон, от удивления, лишается чувств. Но вслед за Виталием Соломиным после команды «Мотор» вдруг рухнула на пол и миссис Хатсон. Оператор едва успел снять ее падение. Ливанов, по-моему, вспоминал, что просто Игорь Масленников, режиссер, чуть ли не схватился за сердце, потому что уже испугался, что она упала не по роли, а вот просто сама по себе. Думали сердечный приступ. Оказалось, авторская импровизация. Рина Зеленая по-другому работать не умела. За все 11 серий детективного сериала про Шерлока Холмса и доктора Ватсона миссис Хатсон фигурирует в кадре ровно 20 минут 50 секунд. Этого времени актрисе Рине Зеленой, как всегда, хватило, чтобы сделать незначительную роль поистине культовой. Мистер Шерлок Холмс у себя. Проходите, он наверху. Екатерина Зеленая, это настоящее ее имя, она была королевой эпизодов в нашем кино, причем состоялась в этом амплуа еще там в 30-40-е годы. Впервые Рина Зеленая снялась в 1931 году в первой советской звуковой картине «Путевка в жизнь». Исполняла блатные куплеты в шайке бандита-жигана. Когда Рина Зеленая приступила к съемкам в детективном сериале про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, ей было уже 77 или 78 или 80. Никто, включая Самурину Васильевну, не знал точно, сколько ей лет на самом деле. И это пугало некоторых чиновников из Гостелерадио. Когда сначала руководство Гостелерадио отказывалось утверждать ее на роль мисс Хадсон, Масленников, который все-таки пробил для нее это утверждение, когда она только приехала, она жила в Москве, приехала в Ленинград, он обратился к ней по официальному имени-отчеству, паспортному, назвал ее Екатериной, а она на это в привычном для нее духе сказала, да нет, ну вы уж называйте меня просто руина. Роль английской домовладелицы обязывала Рину Зеленую ходить в корсете. Всю смену. День за днем. На протяжении семи лет. Однако корсет лишь полбеды. Мало кто из зрителей догадывался. Выразительный взгляд миссис Хадсон излучают почти слепые глаза. После смерти мужа, архитектора Константина Тапуидзе, Рина Зеленая начала стремительно терять зрение. Он был архитектор. Вот этот самый фонтан «Дружбы» на ВСДНХ, это его работа. Она вся говорила, представляешь, штыд какой. Подводила и память. Актрисе на съемочной площадке подсказывали реплики. Почти из-под юбки. От вашей почты, джентльмены, меня всякий раз бросает дрожь. То письмо приносят какие-то оборванцы, то оно влетает в окно вместе с камнем, то ваш брат Майкрофт присылает депешу с лакеем таким важным, словно он из Бекингемского дворца. Сидел человек, который в тексте и говорил прям в ногах у нее. Киногерои Бориса Клюева и Ирины Зеленой встретились в кадре лишь в пятой серии. Это было под столом. Вот эта сцена. А теперь подползайте и возьмите палку. Да, сэр, да. Я стараюсь, сэр. Старший брат Холмса Майкрофт и миссис Хадсон из-под стола управляют манекеном Шерлока, чтобы создать видимость его присутствия. Там же под прикрытием скатерти подсказывает слова Арине Васильевне, ассистент режиссера. И ты понимаешь, если она не успевает, что ты не идешь вперед, иначе ты выпадешь из кадра. Ты наоборот, немножечко оттягиваешься, видишь, что оба в кадре, и тогда ты ей помогаешь как-то двигаться. Вот так. Вот так. Так. Когда съемки Шерлока закончились, актрисе было уже далеко за 80. Это последний эпизод на экране с участием Арины Зеленой. Миссис Хадсон. Это я, доктор Хадсон. Наконец-то вы меня узнали. Это и тогда-то была уходящая натура, а сейчас этого просто нет. И так вот смотришь на это и понимаешь, ах, вот они какие были. Этот эпизод из девятой серии шпионской саги «17 мгновений весны» помнят, кажется, все. Штилиц идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. Штилиц идет по нашему коридору. А куда он идет? Штилиц шел к Мюллеру. Эту сцену потом разберут на анекдоты, не догадываясь, что за ней скрывается трагедия старого советского актера Лаврентия Масохи. Ему в сериале досталась скромная роль секретаря Мюллера. Он меня сразу примет, или мне можно полчаса поспать? Я сейчас узнаю. Прямо здесь должна была быть склейка. По сценарию адъютант Шольц просто заходит к Мюллеру. Он должен был просто войти и сказать там группенфюрер, к вам штандартенфюрер Штилиц. Эти слова для Шольца стали последними. Это группенфюрер. Просто не выговаривал. Группенфюрер, штандартенфюрер. Ошибся Масоха и в следующем дубле. Это группенфюрер. И еще в одном. И снова. Цене актеров на площадке лишь одно. Кинопленка. Ни на секунду не забывая об этом, Татьяна Лиознова дала волю эмоциям. Лиознова тогда, не постеснявшись в выражениях, сказал, вы якобы большой артист, не можете сказать простой фразы. Это непрофессионально. На глазах у всей съемочной группы режиссер отчитала, как мальчишку старейшего актера советского кинематографа, который стал звездой, когда ей было всего 15. Глядь, курганы темные, солнцем опаленные. Красавец-баянист с кучерявой челкой прямиком из кинодеревни шагнул в каждую советскую избу. Портрет Лаврентия Масохи печатали на спичечных этикетках. Вышел в степь донецкую, парень молодой. Песня была очень популярна. Она чуть ли не гимном там целых шахтерских городов потом стала. Спустя 35 лет, как раз тогда, когда Лаврентий Масоха стал адъютантом Мюллера, советская кинокартина «Большая жизнь» получила второе дыхание. Полностью отреставрированная, она снова вышла на экраны. Правда, воскресший герой Лаврентия Масохи почему-то запел голосом Валерия Золотухина. Актера полностью переозвучили, без объяснения причин. А теперь еще и Лиозного отчитывает его на глазах молодых коллег. И поскольку это было при всей группе, это было достаточно унизительно для актера Масохи. Масоха отправился в ресторан, заказал 50 граммов коньяка, выпил и рухнул на стол. Замертво. В 11 серии Шольц появляется лишь на секунду. Уже посмертно. Лиозного, несмотря на мелкий рост и субтильную комплекцию, она была очень жестким режиссером. Для нее не было авторитетов, она могла спустить, что называется, полкана на кого угодно. Татьяну Лиознову называли женой кинематографа и объясняли ее жесткий, а порой жестокий характер неудачами в личной жизни режиссера. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Ведь ради того, чтобы мы увидели Штирлица таким, Лиозного пожертвовала своим женским счастьем. Это был третий роман в ее жизни. Арчил Гомиашвили, он работал в театре Ленкома, и Марк Антольевич Захаров говорил о нем, что он, конечно, безусловно, очень талантливый актер, но в результате коммерческая предприимчивая жилка в нем победила актера. Влюбленный в Лиозного актер Арчил Гомиашвили превратил в кавказский пир не только ее жизнь, но и работу. Татьяна Михайловна как раз искала исполнителя главной роли для своего нового проекта. Лиозного ведет какую-то пробу, и, конечно, случается, ну, просто невозможно. Открывается дверь, и кто-то из ассистентка говорит, Татьяна Михайловна, весь автобус уже собрался, только вас ждем. Это было невозможно. То есть она просто должна была эту ассистентку убить. И ассистентка знала, что сейчас ее убьют. А что мы делаем в автобусе? А в автобусе мы едем в ресторан «Арагви», это самый модный тогда ресторан в Москве, потому что для съемочной группы его снял Арчил. Режиссеру шпионского сериала понадобилось немного времени, чтобы догадаться. Гомиашвили еще не вышел из образа Остапа Бендера, но уже мечтает стать Штирлицем. Она вдруг поняла, что она была режиссером, а не женщиной. Для того, чтобы принять окончательное решение, Лиозновой не потребовалась даже фотосессия. Да, Гомиашвили, конечно, красавец, орел, но не Штирлиц. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Зритель вряд ли бы, мне кажется, ну, он, может быть, и симпатии бы отнесся к Штирлицу, который в душе остался Бендер, авантюрист, но все равно, мне кажется, это помешало бы цельному восприятию. Лиознова отказала Гомиашвили и в роли Штирлица, и в роли своего возлюбленного. И этот выбор, естественно, и стоил того, что Арчил Михайлович на нее обиделся. Поставив очередную точку в истории своей личной жизни, Лиознова продолжила поиск актера, который идеально воплотил бы образ главного героя в шпионском триллере. И между делом нашла мужа актрисе театра сатиры Екатерине Градовой, радистке Кэт. Добрый вечер. Добрый вечер. Славно выглядишь. Есть версия очень неожиданная, но, тем не менее, из уст одного из ассистентов Лиозновой о том, что Миронов пробовался в фильм «17 мгновений весны» то на роль Шелленберга, то на роль даже Штирлица. А вас я попрошу остаться. И вот они вроде как познакомились. И чуть ли не Лиознова сказала, что, «Катя, обрати внимание на этого блестящего молодого человека». Стать разведчиком Исаевым Андрею Миронову мешала бриллиантовая рука и 80-миллионная армия поклонниц. Быть мужем Градовой ему не мешало ничего. Миронов приехал торжественно уговаривать Лиознову, чтобы она дала им три дня на свадебное путешествие. Может быть, он просил больше, кстати, но она дала только три дня. Вот это я точно знаю, что такой вот разговор был. Когда радистка Кэт на съемочной площадке стала вдовой и матерью-одиночкой, Екатерина Градова была вполне счастлива в семейной жизни. Но с первыми же звуками триумфальной премьеры брак Градова и Миронова дал трещину. Поскольку это практически единственный женский образ положительный в этом фильме, то все лавры достались ей, включая, если я не ошибаюсь, государственную премию. Двенадцать серий вылились в двенадцать вечеров испепеляющей зрительской любви. Вдруг родистка Кэт, молодая супруга Екатерина Градова, выходит там в соседний гастроном и возвращается там, сядь чуть ли не в лохмотьях, потому что ее узнали. Это был момент невиданной популярности. И Миронов с этой лавиной популярности не справился. Он хотел настоящего уюта, семейного счастья. Понимаете, ему нужна была не жена-сподвижница, а жена-тыл. Через год после премьеры Штирлица Миронов и Градова расстались. Еще полчаса Штирлиц мотался по городу, наблюдая, нет ли за ним хвоста. И слушал Кэт, который рассказывал ему про то, что случилось с ней. С кем бы Штирлиц не находился в кадре, за ним всегда незримо следует еще один герой шпионской саги. Внутренний голос Максима Максимовича Исаева. Легендарный баритон Ефима Капеляна. Его называли Ефим Закадрич, потому что его голосом были озвучены очень многие фильмы иностранные, документальные фильмы. К началу съемок сериала про Штирлица Ефим Капелян уже продублировал 46 кинофильмов и снялся ровно в таком же количестве лент. Популярность, а потом и просто слава к нему пришла достаточно поздно. Татьяна Лиознова хотела без проб предложить ему одну из ролей в своем фильме, а потом передумала. И навсегда оставила его в сериале без лица. Только задумчивый голос. Он спал глубоко и спокойно. Но ровно через 20 минут он проснется. Возможно, и сама Лиознова об этом не знала. А миллионы зрителей уж точно не догадывались. В жизни Ефима Капеляна в это время разворачивалась самая настоящая драма. Его единственный сын Кирилл начал пить. Много и страшно, даже по актерским меркам. Кира был замечательный. Мы его все очень любили, с ним дружили. Ему родители каждый день давали 10 рублей. Для нас это были сумасшедшие деньги. И Кира был абсолютно нежадный. Поэтому, когда мы скидывались, то каждый кидал там по рублю, а Кира десятка. Его отец, Ефим Капелян, в то время был нарасхват. Лиозновой даже пришлось уговаривать его стать голосом Штирлица. Мама Кирилла Людмила Макарова и вовсе слыла звездой ленинградского БДТ. Родители редко появлялись дома. Конечно же, всякий раз заваливали сына подарками. Но Кирилл все равно чувствовал себя нелюбимым и брошенным. Тусовки со сверстниками вскоре переросли в затяжные запои. Трудно ему было, когда два таких знаменитых родителя, и ты зачем-то идешь по их стезе. Это очень сложно. И его это сломало, конечно. В то время, когда отец озвучивал 17 мгновений, Кирилл Капелян едва не разбился насмерть в автокатастрофе. Внутренний голос Штирлица не дрогнул. Но сердце Ефима Захаровича впервые сбилось с ритма. Я не понимала, за что им это наказание. Вот такого непонимающего сына. С другой стороны, я понимаю его обиды. Я понимаю его обиды на родителей. Для него они не всенародно известные и любимые, а не для него близкие люди, которые им не занимались. Через некоторое время еще один инцидент. Пьяная драка. Реанимация. Кома. Инвалидность. Эта выходка сына останется уже за кадром отцовского внимания. Ефим Капелян умер от инфаркта в 1975-м. Через два года после триумфа в своей главной закадровой роли. Это единственный эпизод, где молчат все. И жена разведчика, и Штирлиц, и даже его внутренний голос. Безмолвная сцена длиной в пару минут прославила актрису Элеонору Шашкову. И тут же уничтожила ее актерское будущее. Прежде чем стать женой Штирлица, она уже поработала супругой другого, не менее известного киноразведчика Тульева из цикла детективов про резидента. И даже сыграла в сцене признанной классикой советского кинематографа. Ты? А сын? С дядей Леши оставил. Не хотелось мучить ей самолет. Это сына в гостинице. Он потрясающе ее сыграл, конечно. Потрясающе. И я откликнулась. А глазюки, смотри, как у тебя. И нос, и уши. Но короткий и бессловесный эпизод «Семнадцати мгновений весны» перечеркнул все прежние актерские заслуги Элеоноры Шашковой. У меня вообще с этой ролью в сцене встречи Исаева с женой в театре, кроме Анатолия Кацинского, никто не поздравил. Ни один человек не подошел. Для коллег по актерскому цеху жены Штирлица будто и не было вовсе. Как и предыдущих «Одиннадцати кинолен» с ее участием и десяти лет работы в театре Вахтангова. Ролей в кино предлагали все меньше. И в третьем резиденте для Шашковой места почти не нашлось. А на съемки четвертой, заключительной части эпопеи, ее вообще не позвали. И правда, зачем разведчику Тульеву жена разведчика Исаева? Это кино, это отношение к тем, кто уже не нужен. Это высосали лимон и выбросили. С момента исторической встречи в кафе «Элефант» минуло уже 46 лет. И все же Элеонора Шашкова до сих пор верит, что когда-нибудь к четырем десяткам второстепенных ролей в кино она, наконец, сможет добавить еще одну, главную. Знаете, я даже говорила когда-то, вот если я умру, одной ногой в гробу буду, а тут придут и скажут, «Элеонора, тебе дали роль, я вскочу и пойду играть». Никто не увидел ни слез одиночества в глазах миссис Харцена, ни отцовского горя на лице полпалыча Знаменского. Никто не мог предположить, что Анискин раскрывает последнее в своей жизни дело. А жена Штирлица играет последнюю гениальную сцену в своей карьере. Личную трагедию актеры скрывали от зрителей как могли. Ведь в конце концов интрига – основа любого детектива. Не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok